Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Атмосферное явление Стиф Климатический обзор за неделю Как программист обучил бездомного программирования Объединение людей на железнодорожной станции в Австралии Во время изучения полярных сияний было сделано интересное открытие Обнаружена атмосферная лента, состоящая из фиолетовых и зеленых огней Которая не похожа ни на одно из ранее наблюдаемых полярных сияний Временно решили назвать обнаруженное явление Стивом В честь персонажа мультипликационного фильма «Лесная братва» Загадочного существа, ранее не виданного никем Явление уже удалось зафиксировать более 50 раз По мнению ученых, ранее явление также могли наблюдать Но принимали его за северное сияние И поэтому оно не вызывало интереса ученых Когда же стало понятно, что это не северное сияние То этот факт сразу же привлек внимание научного мира Изучающего атмосферное явление Стив представляет собой некий светящийся шлейф Шириной до 25 километров И простирающийся на сотни километров с востока на запад Стив может оставаться на небе в течение часа Его можно обнаружить с октября по февраль в северном полушарии На шарите Калгари в провинции Альберта в Канаде Этот неопознанный источник света Являет собой горячий поток быстротекущего газа В северных слоях атмосферы Один из спутников СВОМ Пролетая через Стив на высоте 300 километров Зафиксировал, что температура воздуха внутри атмосферного явления На 3000 градусов Цельсия выше, чем вне его Также было установлено, что 25-километровая лента Двигалась на запад со скоростью до 6 километров в секунду Превышая движение окружающего воздуха в сотни раз Спустя месяцы после обнаружения Остается еще много открытых вопросов Но ученые не отчаиваются и уверены, что с помощью спутников Смогут быстро разобраться с этим новым атмосферным открытием В помощь ученым и всем нам Для глубокого изучения процессов, происходящих в микро- и макромире Вышла видео-версия доклада «Исконная физика АЛЛАТРА» Знания Исконной физики АЛЛАТРА помогают понять, что такое этот мир Из чего он состоит и какие реальные процессы в нем происходят Не на уровне видимого мира, а на уровне элементарных частиц 18 ноября США В 11 восточно-центральных штатах прошла серия торнадо В результате чего без электричества остались 10 тысяч человек Гаити Проливные дожди вызвали наводнения В результате которых затоплены более 10 тысяч домов Панама В провинции Лос-Сантос возникли паводки Перу В городе Куско прошел градовый шторм Колумбия В департаментах Антиокия, Магдалена, Рисаральда и Уилла сильные дожди вызвали паводки Между городами Каларка и Кахамарка сошел оползень Австралия Около города Чарвиль прошел смерч Габон Проливные дожди вызвали паводки в городе Либревиль В течение дня на планете было зафиксировано 322 землетрясения Из них 87 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6,5 19 ноября Бразилия В муниципалитете Тампинос штата Сан-Паулу сильные дожди вызвали наводнения и сошествие оползней Турция В городе Мерсин прошел градовый шторм Индонезия На острове Ламбок ливни вызвали наводнения Были затоплены 15 поселков Повреждены 367 домов Пострадало свыше 2000 человек В округе Серан в провинции Бантен и на острове Куала-Дуа торнадо повредили более 180 домов Япония Сильный снегопад прошел в городе Сапоро Куарто-Рико В пяти муниципалитетах страны возникли паводки Вьетнам От шторма Кироги в центральных районах страны возникли наводнения Были затоплены сотни домов В течение дня на планете было зафиксировано 375 землетрясений Из них 112 магнитудов свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6,9 20 ноября Россия В городе Магадан прошли обильные снегопады Бразилия Город Ландрино в штате Парана пострадал от шторма Колумбия В департаменте Гуавьяре и в провинции Кундинамарка возникли паводки В течение дня на планете было зафиксировано 341 землетрясение Из них 88 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 7,3 Примеры проявления доброты и человечности В городе Нью-Йорк, США программист Патрик МакКонлак помог бездомному Лео Гранду начать новую жизнь Желая помочь, он предложил нуждающемуся выбор Принять от него деньги или обучиться с его помощью программированию Лео не выбрал одноразовую помощь в виде денег, а выбрал второе И Патрик, подарив ему недорогой ноутбук, в течение нескольких месяцев по часу в день занимался с ним Обучая программированию и делясь с ним своими знаниями в этой области Через три месяца Лео освоил азы программирования и даже придумал приложение, помогающее людям найти водителя, который сможет их подвезти Как говорится в книге Анастасии Новых «Сэнсэй-2. Исконной Шамбалы» Глупо давать рыбу голодному, ибо он ее съест и опять проголодается Гораздо мудрее дать ему снасти и научить ими пользоваться 21 ноября Саудовская Аравия В западных районах страны от наводнений пострадали свыше 1900 жителей Местами уровень затопления достигал 50 сантиметров Индонезия В городе Манада в провинции Северной Сулавеси возник поводок Россия В городе Новороссийск сильные дожди вызвали подтопление улиц В течение дня на планете было зафиксировано 351 землетрясение Из них 76 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,5 22 ноября В провинции Восточная Ява Торнадо повредила свыше 600 домов Ямайка От паводка пострадал город Монтега Бэй В течение дня на планете было зафиксировано 361 землетрясение Из них 46 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,5 23 ноября Великобритания Графства Камбрия и Ланкашир пострадали от наводнений В Ланкашире в течение 4 часов выпало 40 мм осадков В Камбрии в течение 36 часов выпало свыше 80 мм осадков Китай В городе Чунцин землетрясение магнитудой 5,5 повредило свыше 30 сооружений США От продолжительных осадков пострадала северная часть штата Вашингтон В течение дня на планете было зафиксировано 314 землетрясений Из них 48 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,6 Ежели ты хорошее сделаешь с трудом Труд менется, а хорошее останется А если же сделаешь что худое с услаждением Услаждение меняется, а худое останется Михаил Васильевич Ломоносов 24 ноября Россия В Среднеколымском Улусе Якутии сильные снегопады отрезали 10 населенных пунктов от внешнего мира По сообщению главы Улуса, для региона это нетипичная ситуация, когда транспортное сообщение между поселками отсутствует В течение дня на планете было зафиксировано 262 землетрясения Из них 47 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,1 На протяжении недели в стадии извержения находилось 36 вулканов В течение недели произошло 440 землетрясений в радиусе до 20 км от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 км. Наиболее активными были вулканы Ключевской, Лонгвелли и гора Маммот. Также произошло два землетрясения в 20 км от кальдеры Йеллоустоун с максимальной магнитудой 1,3. Всего за неделю более 2000 человек стали климатическими беженцами. 6 августа 2014 года на железнодорожной станции «Стирлинг» штата Западная Австралия один из пассажиров ногой провалился в щели между вагоном и платформой. Выбраться самостоятельно мужчина не смог. К нему поспешили на помощь, но не смогли вытянуть ногу из возникшей ловушки. Тогда на помощь поспешили все люди, находящиеся в вагонах и на платформе. Объединив усилия, люди оттолкнули поезд от платформы, и мужчина смог освободиться. Нам, людям, очень важно заботиться друг о друге, нести ответственность за свои мысли, слова и дела, не бояться проявлять заботу и доброту. Пробиться ростку добра через затверделую корку зла очень сложно. Но в этом смысл. Росток несет в себе силу будущего могучего дерева. Пробиваясь через толщу зла, он даже не предполагает, сколько ценных плодов может дать за свою жизнь это дерево. Приютить и утолить голод, жажду усталым путникам, возобновить их силой на их дороге к родному дому. Живя в потребительском обществе, человек ощущает себя отделенным. Но эта отделенность не что иное, как иллюзия. И это необходимо понимать. Это одна из программ системы, и она действует везде однотипно. От отношений между людьми и до отношений между странами. А разрушающие программы в обществе легко заменяются на созидательные и объединяющие. Но только если мы люди сами этого захотим, никто не придет и не сделает за нас нашу работу. Необходимо уже сегодня объединяться, протягивать руку дружбы и взаимопомощи, начиная со своего дома, соседей и жителей своего города. Никто в одиночку не сможет справиться с глобальными проблемами ближайших лет, будь то человек, семья, компания, город или страна. Поэтому сегодня крайне важно принимать активное участие в объединении и сплочении мирового общества, игнорируя все искусственно навязываемые барьеры. Давайте вместе исключать всё разделяющее нас и укреплять всё, что нас объединяет, делая человечнее и гуманнее во всех отношениях. Ведь во времена надвигающихся катаклизмов выжить человечество сможет лишь сплотившись в одну дружную семью, в которой царят человечность, совесть и взаимовыручка. Только в единстве духовном возможно объединение человечества. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно живому. Если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире.